Деградация почвы Это очень большая и больная тема, но я хочу максимально просто рассказать о ее сути. Сегодня весь мир борется за продовольственную безопасность. Почва является основным фактором, определяющим продовольственную безопасность. Однако все мы знаем, что сегодняшнее прогрессирующее изменение почвы называется деградацией почвы. Прежде чем обсуждать эту тему, нам нужно немного разобраться в почве. Почва имеет разные свойства. Это физико-механические, химические и, самое главное, биологические свойства. Вот ее образцы. Здесь они расположены по порядку. Это биогумус. Процесс его приготовления я вам показывал в предыдущей передаче. А эта почва называется обогащенная перегноем. Кроме этого, вот в этом образце почвы уже началась деградация. Что касается механического состава, то, как видите, она похожа на пыль. Теперь это просто песок. Вот как сегодня должна выглядеть наша почва. Если вы заметили, ее цвет темнее. Кроме того, она также должна быть легкой и хорошо впитывающей влагу. Но наша почва пришла к такому состоянию, как обычно выглядит деградированная почва. И если мы оставим ее такой, если будем относиться к ней так, как сейчас, если будем бороться с землей, мы ее уничтожим. Она станет как песок. А вы знаете, что на песке ничего не растет. Его можно использовать только для штукатурки дома. Что нам делать, чтобы этого не произошло? На этом вопросе я и хочу подробно остановиться. Например, что вызывает деградацию почвы? Одной из первых причин является монокультура. Постоянные посадки одной и той же культуры. Во-вторых, при ограниченном поливе почвы уменьшается количество микроорганизмов в ней. Если почва не будет поддерживать необходимую 60-70% влажность, полезные микроорганизмы будут постепенно уменьшаться и в конечном итоге биологические процессы в ней остановятся. Об этом я говорю уже много лет. Даже ученые этого не слушают. Рыхление почвы перед посевом летом обычно делают для посева пшеницы. Но эта почва будет лежать месяцами после взрыхления. У нас сильный солнечный свет, а воздух горячий и влажный, убивающий все микроорганизмы. Микроорганизмы не попадают в почву, потому что там нет влаги, нет движения воды. В результате урожайность пшеницы будет постепенно снижаться. И сколько я не говорю об этом, никто не обращает внимания. Почву вспахивают для борьбы с сорняками, и это правильно. Но бесполезно разрыхлять ее, в результате чего она обезвоживается. Пожалуйста, пусть землю вспашут, разровняют и немедленно засеют. Это летом. А осенью землю обязательно нужно вспахать. Мы получаем на 30-40% меньше урожая. По сравнению с развитым сельским хозяйством таких стран, как Япония, Израиль, Голландия, США, Китай. Урожай относительно всех видов культур. Основная причина, по которой мы не можем получить урожай, как у них, это наше неправильное отношение к почве. Мы перестали дорожить землей. На самом деле мы должны уважать ее. Ведь не зря ее называют «Мать-Земля». Итак, что мы должны сделать, чтобы улучшить состояние Земли? Что нужно сделать, чтобы остановить деградацию? Для этого нам большого ума не надо. Все, что нам нужно сделать, это изучить природу, понять ее и помочь происходящему в ней природному процессу. Позвольте мне сказать вам просто, если мы добавим в нее органические вещества и химикаты, если мы соберем весь урожай, а очистки, стебли и остатки растений сожжем, почва в конечном итоге станет вот такой. Если мы продолжим эксплуатировать, это в конечном итоге произойдет. Наверное, есть те, кто знает, что в пустынях Бухары и Новы такая почва. Это полупесок, полуземля. Чтобы не дойти до этого, нам нужно добавлять в нее больше натуральных удобрений. Если вы купили участок Земли, вам необходимо добавить одну тонну органики на одну сотку Земли. После этого на каждый участок Земли следует вынести по 200 килограммов хорошего перегноя или биогумуса. То, что мы делаем сейчас, идет слева направо. Это то, чего мы хотим добиться в конечном итоге. Когда мы используем свой разум, чтобы изменить свое отношение к почве, мы движемся слева направо. Мы достигнем самого продуктивного биогумуса. Этот результат может быть достигнут. На очень больших площадях это сложно. Есть и другие методы. Например, у нас еще есть возможность провести ситерацию почвы. Что это значит? Это запахивание в почву зеленой массы растений с целью использования их в качестве удобрений. В настоящее время мы находимся в этом промежутке, в середине. Если мы приложим усилия, то придем к хорошему результату, иначе к плохому. Поэтому каждый из нас должен изменить отношение к Земле. Если мы будем рассматривать Землю как мать, а урожай – ребенок, то, как известно, здоровые дети рождаются только у здоровых матерей. До свидания. Будьте здоровы. В одной из следующих программ мы снова продолжим эту тему. Я на бухахта, я подберна. Вахте карат.